Местный совет сторонников партии «Единая Россия» провел интеллектуальную игру, посвященную Дню Народного Единства. В Росквизе приняли участие три команды из образовательных учреждений города Видное. Парадигма из второй школы, десяточка из десятой и команда «Связь» из первой. Ребятам предстояло ответить на 30 вопросов по истории и культуре нашего государства. Команды ответили на вопросы выше среднего. О чем можно говорить, так это о том, точно можно говорить, что у ребят знания русской культуры, вообще культуры народов России, культуры каждого из народностей, у ребят знания на очень высоком уровне. Старшеклассники активно отвечали на вопросы ведущего. В этом году Росквиз поменял свое содержание. В заданиях не осталось готовых ответов на выбор, и команды сами писали нужный комментарий. На обдумывание отводилась всего одна минута. Учащаяся Видновской школы номер два Василиса Неваленная рассказывает, что сильная сторона ее команды – это отличные знания по истории. Сможности были, в принципе, с вопросами, о которых… Ну, вот там был вопрос про этнографы не знают. Вот, если этнографы не знают, откуда должны знать мы. То есть, с вопросами особенно неочевидными. С очевидными мы, понятное дело, справлялись. По итогам интеллектуальных соревнований первое место заняла команда «Парадигма» из Видновской школы номер два. Это просто великолепная эмоция, я считаю, потому что мы смогли обыграть 10-11 класс достаточно с большим отрывом очков. Мы буквально за три часа до того, как мы сюда поедем, узнали. Поэтому подготовка у меня происходила на уроке физкультуры, я читал все дела, статьи всякие. Вторыми финишировали ребята из 10-й школы. На третьем – команда связи с первой. Все участники игры получили дипломы, грамоты и подарки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok